Здравствуйте! О главных новостях в Орлее и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Очень много законодательных актов подготовлено со стороны Ассоциаций. Итоги заседания Совета по ТБО при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО в Москве. Мы достигли договоренности о том, что они приступают к работе. Воду дать. Сити-менеджер Орла Андрей Усиков пообещал решить проблему жильцов улицы Радевича Белевича. Приятно за то, что ты можешь как-то помочь чем-то, хотя бы. День классработника. Как готовиться к празднику представителей этой незаменимой службы? Работаем. Осталось три недели. Большой надежды экс-чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский готовится к титульному бою. В минувшем году пять областей ЦФО заявили о готовности работать по новой схеме обращения с отходами. В стране таких регионов лишь более 20. В числе первопроходцев Орловщина задачи на год экологии, которым назван 2017-й, были озвучены на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО в Москве. Орловщину представлял Вадим Потомский. Наталья Пехтерева с подробностями. В нашем регионе серьезные шаги вперед уже сделаны. Год экологии – это шанс для изменения ситуации кардинальным образом. Для меня задача одна, чтобы те производства, которые сегодня у нас нашлись, инвесторы, и они пытаются их построить, запустить, чтобы это в 2017 году состоялось. Чтобы здесь было как можно меньше шероховатости и меньше придирок. Дело все в том, что я всегда выступал и выступал с трибуны Совета Федерации. Очень много полномочий передано на федеральный уровень в рамках решительной документации, особенно экспертиз. То есть мы получаем экспертизу, учили экспертизу не в своем субъекте. Это неправильно. Что касается, если мы хотим быстро этот процесс сделать, и чтобы экология, год экологии, он как бы внес в свою лепту, его не впервые президент объявил, год экологии в Российской Федерации, надо, чтобы ряд полномочий все-таки с федеральный центр передал на уровень субъектов Российской Федерации. Тема встречи федеральных и региональных властей – реализация приоритетного направления экология в субъектах страны. В целом в округе ведется большая работа в сфере охраны окружающей среды. Однако проблемы еще есть. В атмосферный воздух в округе выбрасываются повесняющиеся вещества как от социональных источников, так и от автомобильного транспорта. Из изобретения петилых источников наши граждане получают непротачественную работу. Остается неэффективная система обращений с отходами их в округе на Кобя было 300 миллионов тонн. Цифру выявлено в более 30 тысяч гектар земель с излучайно опасным моментом изобретения почв. На территории округа находится 78 объектов накопленного экологического ущерба. Согласно имеющему сведению, объем накопленных отходов составляет более 67 миллионов кубовиков. Следующий шаг – это подготовка для включения таких объектов в реестр категорирования по степени опасности и включения в программу квалификации. Прозвучали регионы-лидеры Орловщина в их числе. Орловская область отмечена в числе регионов с наименьшим объемом выпаса в атмосферу загрязняющих веществ от стандартных источников. Председатели Координационного совета Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия, Центральный и Федеральный округ. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил, что подвижки к лучшему происходят уже сейчас. Год экологии – это время стратегических решений и реальных дел. Очень много законодательных актов подготовки страны Ассоциации. Они рассмотрены в субъектах Центрального и Федерального округа. И там, где мы, рассмотрев их, получили поддержку, они вышли в виде законодательной инициативы от субъектов Российской Федерации, Центральной России в Государственную Думу и уже находятся в проработке. Вопросы связаны с агропромышленным комплексом, с промышленным производством, с вопросами образования, культуры, здравоохранения. Мы ведь собираемся на эту ассоциацию, обсуждаем все вопросы. И везде есть свое направление, везде есть тематика вопросов, свойственные Центральной России. Объединение усилий всех уровней власти, несомненно, принесет пользу. Идеи и выводы, озвученные в рамках окружного совещания, будут детально проработаны и изучены. Мало того, они станут руководством к действию. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Состояние жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог в областном центре, налоговая прибыль, бюджетная политика. На эти другие темы в среду депутаты облсовета общались с журналистами на пресс-конференции. Как отметил спикер регионального парламента Леонид Музалевский, первой серьезной задачей для народных избранников нового созыва было формирование главного финансового документа области. Мы внесли поправки для того, чтобы более 30 миллионов рублей выделить на эти цели дополнительно поддержку наших муниципальных районов, муниципальных образований. Более 30 миллионов рублей также мы предложили правительству, и эти поправки были приняты на закупку учебников для наших школ. Журналистов районных СМИ интересовали финансовые проблемы на местах. В частности, поддержка средних и мелких аграрных сельских предприятий. Лимиты в дальнейшем по второму полугодию могут быть увеличены, если как бюджет сработает. Второе, те предприятия, которые получили коммерческие кредиты в прошлых годах, можно перейти предприятиям по заявлению банком на то, чтобы перейти на сегодняшнюю систему, когда платить от 3 до 5%. Всего же с сентября 2016 года депутатским корпусом принято 95 законов, 4 законодательные инициативы, 11 обращений в федеральные органы власти. Вчерашний визит жильцов дома номер 8 с улицы Радзевича Белевича на еженедельное совещание в мэрии и последовавшая за ним встреча с сети-менеджером сегодня имели продолжение. На специально собранной по этому поводу пресс-конференции Андрей Усиков заверил представителей Орловских СМИ, что вопрос по обеспечению дома горячей водой решен. Олег Рудаков с подробностями. Причиной послужило отсутствие в их доме уже продолжительное время горячей воды и возможное отключение газа, а также отсутствие каких-либо действий со стороны властей. Начинаем разбираться, задаем вопрос, звоним во все управляющие компании, нас пробуем везде, на что говорят. А что, вас не предупреждали о том, что Ростехнадзор приедет и положил вам запрет на 90 дней отключения горячей воды. Мы говорим, мы даже не в курсе об этом. Андрей Усиков заверил жителей, что их проблема обсуждается всеми ветвями власти и ищутся пути ее решения. И это вопрос буквально нескольких дней. Мы обратились сейчас в Газпром и на уровне Александра Ильича Бударина на этой неделе будет проведено совещание с приглашением руководителя Газпрома для того, чтобы они в срочном порядке сделали газопровод, потому что мы понимаем, что люди не могут жить без горячей воды, без теплоснабжения. К чести властей слова в этот раз не разошлись с делом. И вечером 6 июня у первого заместителя губернатора Александра Бударина прошло совещание, где была практически поставлена точка в этом холодном деле. О чем, собственно, и рассказал СМИ Андрей Усиков на собранной пресс-конференции. Мы достигли договоренности о том, что они приступают к работе в ближайшее время. Сейчас, в данное время, у Александра Ильича Бударина идут уже все согласования окончательные. Значит, подрядная организация делает проект. Мы помогаем им делать экспертизу, мы им помогаем. Газпром газораспределения «Орел» будет выступать заказчиком в данном виде работ. Значит, финансовую сторону подрядная строительная организация берет на себя. По срокам эти работы должны завершиться до конца июля, если, конечно, не случится какой-либо форс-мажор. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, Павел Жумабаев, телеканал «Первый областной». Единый день голосования на территории Орловской области утвержден. Им станет 10 сентября 2017 года. День, в который орловчане будут выбирать местное самоуправление муниципальных образований региона. Тема голосования была одной из главных на прошедшем девятом заседании избиркома области, которое состоялось накануне. Единый выборный день президиум поддержал единогласно. Также в числе других вопросов комиссии принято решение по результатам объема эфирного времени телеканала «Первый областной», затраченного в течение месяца на освещение работы каждой из политических партий, представленных в регионе. Все более позитивные эмоции возникают, потому что те данные, которые к нам поступают, говорят о достаточно конструктивном взаимодействии с телерадиоканалом, с пониманием телерадиоканала того, каким образом обеспечивать равенство прав представленных партий. С экономическими новостями прямо сейчас познакомит Ксения Туркова. Здравствуйте! Период охлаждения в страховании планируют увеличить до 14 календарных дней. Банк России, учитывая пожелания клиентов, уже проработал проект. Предполагается, что срок будет увеличен с 1 января следующего года. В настоящий момент период охлаждения 5 рабочих дней, действует он уже почти год, распространяется на все самые популярные виды добровольного страхования. Мы видим, что возможность отказаться от полиса является эффективным методом защиты прав потребителей. Статистика обращений это показывает. По состоянию на первый квартал 2017 года почти в треть снизилось количество обращений. Напомним, период охлаждения отсчитывается со дня заключения договора о страховании и не зависит от момента уплаты страхового взноса. Кстати, страховщик может установить и более длительный период охлаждения. Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования. И в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию. В Орловской области почти на треть вырос объем услуг через МФЦ. Только в первом квартале этого года жителям области в многофункциональных центрах было предоставлено около 100 тысяч услуг. В настоящее время на территории функционируют 25 МФЦ и 67 офисов. Работу и дальнейшие планы обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. Доля охвата населения и предоставления государственных муниципальных услуг по принципу одного окна составляет 99,33% при плане 90%. В настоящее время в Орловской области организовано предоставление по принципу одного окна 349 услуг. До настоящего времени остается открытым вопрос по источникам финансирования мероприятий, связанных с организацией предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспорта, содержащих электронные носители информации. Почти 2000 орловчан получат новое жилье к сентябрю. Сделано это будет по областной программе переселения граждан из ветхого жилья. До 1 сентября этого года в Орловской области расселению подлежат 103 дома, признанные аварийными. Затраты на переселение граждан превышают 1 миллиард рублей. На территории города Орла расположено 139 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. 9 из них расселены и снесены по договору о развитии состроенной территории с корпорацией Грин. И один при ликвидации последствий чрезвычайного происшествия взрыва пиротехники, пиротехнических изделий. 130 домов, в которых проживает 3080 человек, предстоит расселить. И в продолжении темы. В Орле объявлены торги на право благоустройства дворов многоквартирных домов. Общий объем финансирования составит 131 миллион рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета. План предусматривает благоустройство 77 объектов и трех муниципальных территорий общего пользования. Детского парка, парка Ботаника и бульвара Победы. Работы должны быть завершены до конца этого года. Журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, в которых проживает больше всего долларовых миллиардеров. По числу миллиардеров на первом месте стоят американцы, на втором – жители Китая, на третьем – граждане Германии, на четвертом – жители Индии. Замыкают пятерку – россияне. По данным издания, сейчас в мире проживает 2043 миллиардера. Год назад их было на 250 человек меньше. А на этом у меня все. Встретимся через неделю. Выпускники Орловских школ продолжают сдавать итоговую аттестацию. В среду 11-классники писали ЕГЭ по физике и литературе. На этой неделе их ждет еще сдача русского языка. В понедельник выпускники сдавали общество знания. Кстати, именно этот предмет в 2017-м стал самым выбираемым среди выпускников, отмечают в областном департаменте образования. Если раньше апелляцию рассматривали в присутствии ученика, то теперь эта апелляция будет рассматриваться под шифром. То есть комиссия абсолютно не будет знать, чью работу они рассматривают, чтобы исключить присуждение баллов знакомому, родственнику и так далее. Завтра, 8 июня, вся страна будет отмечать День социального работника. Однако свои первые поздравления служащие этой благородной профессии получают уже сегодня. В городском центре поблагодарили за труд. Всех тех, кто, не жалея силы времени, отдает нуждающимся частичку своей души. Тему продолжит Алина Логутина. Первые лица областного и городского правительства сегодня здесь. Сказать спасибо и наградить почетными грамотами лучших сотрудников сферы социальной поддержки населения – это меньшее, пожалуй, что можно сделать для этих людей. Гульнана Олежоновна Растегаева, заведующая отделением бюджетного учреждения Орловской области, связанной социальной адаптацией для лиц без определенного места жительства и занятий. Но с уверенностью можно сказать, что идут в эту профессию люди не за финансовым благополучием, не за хвальбами и почестями, а потому что так велит их сердце. В России профессиональный день социального работника отмечается с 2000 года, но сама профессия появилась гораздо раньше. Еще при Петре I в 1701 году, 8 июня, вышел указ – для 10 человек в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в нашей стране. Мы помогаем всем слоям населения, которые нуждаются – это малые имущие, это многодетные семьи, это семьи социального риска, это одинокие престарелые граждане, которые утратили частично свою дееспособность. Есть такие люди, которые годами не выходят из квартиры, благодаря социальным работникам они продолжают жить. Центру соцобслуживания железнодорожного района 25 лет. Здесь рады и пенсионерам, и детям. Шесть отделений по взаимодействию с гражданами обеспечивают заботу и поддержку всем тем, кто в ней нуждается. Постоянно проводятся разнообразные акции и конкурсы. Внешнее, да и внутреннее убранство данного госучреждения, конечно, скромное, но есть сухой бассейн для детей и интерактивная комната. Однако то, чем действительно стоит гордиться – это люди, которые здесь работают. У нас не задерживаются люди, которые, мягко сказать, жесткие по своей натуре. У нас работают только люди с большим сердцем, с большими качествами человеческими, потому что по-другому у нас работать нельзя. Это Екатерина Савоськина, социальный работник, спешит в больницу. Ей нужно забрать лекарства для одной из своих подопечных. Привилегий у служащих данной профессии нет, поэтому ожидания в очереди никто не отменял. Вот спустя некоторое время заходит к врачу в руках кипа важных бумаг. Здравствуйте, Александр Михайлович. Нам выписать лекарства. Далее еще несколько кабинетов и вот заветные лекарства в руках. Можно двигаться дальше. Проливной дождь, кстати, никогда не помеха. Одинокие дедушки и бабушки ждут. Подвезти нельзя. Этот препарат, этот, этот. Катюша, этот, вот он листик. Листик, вот он. Спасибо, Катюша. Так, это чек. Все, держите. Поставляя лекарства, продукты, бытовую химию, социальные работники спасают жизнь пенсионерам. Так, к примеру, у Галины Николаевны серьезные проблемы с ногами. На улицу бабушка не выходила очень давно. Ухаживать за ней некому. Вся надежда на Катю, говорит пенсионерка. Она и убраться поможет, и накормит, и о здоровье поинтересуется. Я так довольна их службой. Спасибо, что они есть. Я теперь вообще не мыслю без этой помощи. Сама Екатерина, девушка скромная, по хвалу принимает неохотно. Говорит, у каждого своя работа. Это моя, и я ее люблю. Работаю, пусть недолго, всего лишь пять месяцев. Работаю, ну, как бы, сталкиваюсь с всякими ситуациями. Люди разные. Стараешься к каждому человеку индивидуальный подход найти. Для души как-то приятно за то, что ты можешь как-то помочь чем-то хотя бы людям, которые нуждаются в этом. Профессия социального работника сложна не только морально, но и физически. Целый день на ногах и в дождь и в снег. Так и зарплата у этих сотрудников просто мизерная. По-другому не скажешь. В среднем 7,5 тысяч рублей. Так еще и с недавнего времени перестали выдавать проездные. Поэтому либо пешком, либо проезд оплачивают самостоятельно. Тема эта для соцслужбы очень больная. Но жаловаться открыто не хотят. Тем более в праздник. Алина Логутина, Эдуард Чернавска, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Александр Лилюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области, ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала Первый областной. Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 8 июня. Вопросы можно задавать по телефону 76 10 28. А также заранее присылать на электронную почту Первого областного портала новостей. Mail.sobaka.obl1.ru А сейчас реклама. Она будет короткой. Партнер главных новостей АО «Орелстройиндустрия». О спорте. Возвращение чемпиона. Новым противником трои станет опытный итальянец Микеле Ди Рикко. Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Троиновский. Следующий поединок проведет 1 июля в Москве. В этот раз подготовку «Орловчанин» проводит дома. Сейчас этап спаррингов. Все проходит по плану. Работаем. Осталось три недели. Ну, в принципе, на позитивной ноте пока. Без травм. Все нормально. Все, что запланировали, делаем. Соперник 35-летний Микеле Ди Рикко долгое время владел титулом чемпиона Европы в первом полусреднем весе. В мае 2016-го итальянец попытался взять титул чемпиона по версии WBA, но проиграл британцу Рикке Бернсу. После этого поражения Ди Рока провел еще один поединок, в котором одержал победу. Первый номер в Италии. Где-то боев там 45-47 у него вообще по сложном списке. Это нельзя не учитывать, потому что это большой опыт. Такой темпераментный, что свойственный вообще итальянцам. Для меня это как раз и доставляет интерес. Интересно. Будет темпераментный, будет лезть вперед. Трояновский в ринг не выходил с декабря минувшего года. Напомним, тогда в добровольной защите Эдуард уступил титул чемпиона мира намибийцу Джулиусу Индонго. Сможет ли орловчанин сделать красивое возвращение? Узнаем уже 1 июля. Зрители ожидают 10 раундов в Центральном концертном зале «Россия». По тактике обычно секретная информация. Но могу вам небольшой секрет открою свой. Бей и улыбайся. Вот такая тактика. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 761028 и 508 0888. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obladin.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Всегда хорошие новости с кофе-либо. Попробуй вкус трех континентов. Задумал стройку? Не знаешь, с чего начать? Орел Строй Индустрия предлагает полный спектр бетонных изделий. Более 500 наименований типовых конструкций, а также конструкции по индивидуальным чертежам. Орел Строй Индустрия. С нами любая стройка будет вам по плечу. Наш адрес город Орел. Крамское шоссе 21. Телефон 72-20-21. Цветочная мастерская «Флауэр Катрин» предлагает полный спектр флористических услуг. Комсомольская 66. Цокольный этаж. Живете в мечтах об отпуске? Все, что нужно для отдыха, вы найдете в супермаркете «Порядок». Бассейн 1999 рублей. Кресло складное 1499 рублей. Фендорожный 299-90. Супермаркет «Порядок». Сравните наши цены. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Корада плюс подарок». Колорадский жук. Обычные препараты не помогают. Набор «Жукобор» уничтожит всех жуков. Даже самых устойчивых. Жукобор. Конец всем жукам. Подпишитесь на газету «Орловская правда» и получите суперприз. Путевку по «Золотому кольцу России» от туристического агентства «Жемчужина». А также другие призы. Первый раз поучаствовала в такой акции и сразу выиграла. Это прекрасно. А со временем она станет для него. 24 июня в 14 часов в торговом центре «Малиновая вода» состоится традиционная акция среди подписчиков «Орловской правды». Для участия пришлите копию подписного абонемента в редакцию и приходите на акцию. Желаем удачи! 9 июня всех орловчан и наших гостей приглашают в Вятский посад на торжественное открытие Духовного православного центра и храма Сретения Господня, возведенного по благословению духовника Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Схерхи Мандрита Илья Ноздрина. Божественная литургия и праздничная программа начнется в 9 часов утра. Гости праздника смогут осмотреть православный центр и фабрику ремесел, принять участие в выставке народных мастеров, насладиться выступлением губернаторского симфонического оркестра, хора ЛИК и музыкальных коллективов города Орла. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Алина Лагутина. Четверг на Орловщине будет очень теплый, но дождливый. Генеральный партнер прогноза погоды – Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс. Вся продукция известна торговой марке «Дымка». «Дымка» – чудесное мясо, отличный вкус. Кофе Либо поднимет вам настроение в любую погоду. Попробуй вкус трех континентов с кофе Либо. А теперь более подробный прогноз. В Амцентске в четверг небольшой дождь и гроза. Температура днем плюс 25, вечером плюс 12. В Ливнах еще теплее плюс 28, но также возможен небольшой дождь и гроза. Вечером похолодает до плюс 13. В Болхове целый день дожди с грозами. Температурные показатели в этот день плюс 26, днем плюс 12 ночью. В Орле переменная облачность плюс 26, плюс 15. Преимущественно солнечно с утра и в обед, а вот к вечеру небо окутывает грозовые облака. По прогнозу дождь. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы. Таков прогноз погоды на четверг, 8 июня. Турагентству «Мечта» доверяют, а оно становится еще лучше. С мечтой ваш отдых в надежных руках. Осуществляйте мечты о жарком лете с турагентством «Мечта». Магазин «Монет» – это уникальная возможность пополнить свою коллекцию монет. И банкнотами различных стран мира. Огромный выбор аксессуаров и альбомов. Если вашим посадкам угрожает колорадский жук, средство «Жукобор» вам поможет. Магазин финской одежды «Марита» предлагает большой выбор женской одежды любых размеров. От производителя Финляндии, Германии, России. Магазин «Марита» делает выбор «Открывай новое». Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся завтра на Первом властном. Пока. Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс предлагает качественную продукцию собственного производства, соответствующую госстандарту. Более 100 видов колбас, деликатесы, пельмени, котлеты, изделия из мяса. Вся продукция известной торговой марки «Дымка». Порадуйте себя и своих близких. Мы рады видеть вас среди наших покупателей. «Дымка» – чудесное мясо, отличный вкус. Турагентство «Мечта». Мы с вами уже 12 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон – 717551. Мечты о жарком лете осуществит Турагентство «Мечта». Покупайте и продавайте. В магазине «Монеты» коллекции банкнот, медалей и монет из драгоценных металлов многих стран мира и разных эпох. Эксклюзивные подарки для нумизматов, аксессуары и семейные реликвии для будущих поколений. Коллекционируйте и инвестируйте с нами. Магазин «Монеты». Салтыкова, Щедрина, 12, дробь 16. Телефон 76-42-96. Информация на сайте coinsbolkhov.ru Колорадский жук. Обычные препараты не помогают. Набор «Жук-обор» уничтожит всех жуков. Даже самых устойчивых. Жук-обор. Конец всем жукам. Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров. От производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании «Универмага». Центральный вход, второй этаж налево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова